Здравствуйте! Наступило 18 марта, день которого ждала не только вся страна. К сегодняшним событиям приковано внимание всего мира. В России выборы президента. Корреспонденты программы «Время местное» на протяжении всего дня будут следить за ходом голосования в Лабытнангах. И прямо сейчас коротко о том, как начался этот воскресный день в нашем городе. Процесс запущен. Ровно в 8 утра по местному времени в Лабытнангах открылись все 16 участков для голосования. Работа по сбору голосов избирателей продлится до 8 вечера. Гражданский контроль. Более 400 наблюдателей следят за прозрачностью выборов на Ямале. Готовы помочь. Сегодня десятки волонтеров помогают избирателям на участках. Также в Лабытнангах нашлись добровольцы, которые доставляют горожан к пунктам голосования. Я выбираю комфорт. Лабытнанцы хотят жить в уютном и благоустроенном городе. Сегодня они голосуют за общественные территории и дворовые кластеры, которые обновят уже этим летом. Лица Ямала. Подробно о том, как фотография на память может принести ценный приз. Юбилейный год считать открытым. Сегодня дан старт году 150-летия семилиственниц. Горожан приглашают на массовые гуляния на Центральную площадь, а также на праздники, организованные вблизи каждого избирательного участка. Сегодня в день выборов президента Российской Федерации ровно в 8 часов утра приступили к работе все 16 избирательных участков города Семилиственниц. Перед открытием пункта голосования председатели и члены участковых избиркомов в присутствии сторонних наблюдателей проверили соблюдение всех требований закона о выборах. Наша съемочная группа в этот момент работала на избирательном участке номер 304 в первой школе. Репортаж Игоря Борисова. Практически каждый третий голос лабытнанского избирателя, а их предпочтения, в общем-то, совпадают со всероссийскими трендами, будущий президент России получит именно здесь, в школе номер один, где расположены сразу три избирательных участка – 303, 304 и 305. Мы сейчас находимся на 304 участке, и с утра здесь достаточно многолюдно. Особенно если учесть, что сегодня воскресенье. Но сегодняшнее воскресенье – это тот исключительный день, когда каждый гражданин, наделенный активным избирательным правом, может выбрать президента своей страны. Следующий шанс представится только через шесть лет. Поэтому самые сознательные избиратели, и особенно со стажем, спешат этот шанс использовать. Спешу отдать свой голос за нашу президента. Спешу, чтобы он был здоровый, разумный и ответственный за свое дело. Впрочем, от ветеранов не отстает и молодежь. Богдан Михайлин впервые принимает участие в выборах. И сразу в выборах самого высокого уровня – президента России. Важно, что молодой человек свой выбор делает вполне осознанно. Мне родители посоветовали, за кого голосовать. Да и сам я знаю, новости много смотрю. Знаю, за кого заголосовать. Посмотрел много этих роликов про разных избирателей. Все-таки выберу того, кого захочу. По словам Богдана, выборы станут частью его образа жизни, и впредь он будет участвовать во всех избирательных кампаниях любого уровня. В общем, несмотря на ранний час и выходной день, люди идут на участки охотно и с хорошим настроением. Это передается и членам избирательных комиссий. Я встречаю этот день с замечательным настроением, потому что сегодня замечательный день. Конечно, у нас по северу он морозный, но, тем не менее, настроение у всех прекрасного, комиссия в том числе. Вот видно, это поясник, да? Вам не кажется? Вы знаете, да, но я хочу сказать, наш участок всегда активный избирателей. Сегодня вы в этом убедились. Действительно, в 8 часов утра у нас достаточно большое количество избирателей. Участки будут работать до 8 вечера. Остается надеяться, что этот хороший утренний импульс в плане активности избирателей не иссякнет в течение дня. Игорь Борисов, Кирилл Кементьев, программа «Время местное». Всего на Ямале работают 228 участков. Из них 93 открылись в 6 и 7 часов утра. Остальные ровно в 8. С учетом досрочно проголосовавших, к половине 9 утра уже 11,11% ямальских избирателей сделали свой выбор. Напомню, россияне выбирают президента страны из 8 кандидатов. В избирательных бюллетенях значатся Сергей Бабурин, Российский общенародный союз, Павел Грудинин, КПРФ, Владимир Жириновский, ЛДПР, Владимир Путин, Самовыдвиженец, Ксения Собчак, Гражданская инициатива, Максим Сурайкин, Коммунисты России, Борис Титов, Партия Роста и Григорий Явлинский, Яблоко. В первые часы голосования высокий уровень активности продемонстрировали и лабытнанские избиратели. Согласно данным территориального избиркома, явка на 10 часов утра составила 15,7%. В числе тех, кто не стал откладывать голосование на потом, глава администрации города Марина Трескова и председатель городской думы Евгений Зуйков. Председатель городской думы Евгений Зуйков появился на своем избирательном участке в школе номер 8 спустя 20 минут после его открытия. Голосовать с раннего утра – давняя традиция. При училище в советское время, помните, в участке открывались в 6 утра и приходил. Нет, я птичка ранняя, поэтому хотел вообще в 8 часов прийти. Ну вот, немножко задержала жена с документами, а так, в принципе, всегда прихожу. До 9 часов точно. Скажите, как вам обстановка на участке? Я курил уже очень много людей до вас было, на удивление. Вы знаете, ну, вечером посмотрим, пока боюсь какие-то, все очень праздничное, мне кажется, достойно организованно. Вот, и думаю, что жители нашего города понимают, какая ответственность лежит на каждом из них и выполняют свой гражданский, патриотический долг. Глава администрации города Марина Трескова пришла на свой участок в детской школе искусств всей семьей. Дочери Арина и Ульяна пока не принимают участия в выборах, но с удовольствием поддерживают маму. Сегодня для всех россиян, только для жителей города Лаваднамги, для эмальцев, сегодняшний день это праздник. Это важное историческое событие в жизни нашей страны, потому что мы выбираем президента на сколько, на какой срок? На 6 лет. Вы представьте себе, со мной рядом дочь, которая 17, через 6 лет она будет молодым специалистом, будет трудиться на благо государства, вам гражданка 10, через 6 лет она будет поступать в высшее учебное заведение, на это мы надеемся. Поэтому, конечно, сегодня нужно родителям думать о помощи своих детей, и я считаю, что под долг каждого прийти на избирательные участки и выбрать сегодня, завтрашнее будущее нашей великой России, многогранной России. Я благодарю всех ребятнанцев, которые на сегодняшний час уже показали свою замечательную активность. Напоминаю, мы единое целое. У нас замечательная история. Поздравляю всех с этим важным событием в жизни страны, поздравляющую с предстоящим юбилеем нашего города, нам 150. Поэтому с хорошим настроением на избирательном участке. Правильно говорю? Да. Как вам вообще такое событие? Интересно, нравится? Масштабно? Да, мне очень нравится, и я жалею, что я в этом году не могу прийти в части в выборах, но через 6 лет я обязательно сделаю свой выбор. Лена, нравится? Почему оно важное, это событие? Почему оно важное? Важно выбрать сегодня президента. Почему? Нужно прийти. Обязательно, в порядке. Потому что мы выбираем президента аж на 6 лет. Думаю, в будущем. Также глава вместе со всеми лабутнанцами приняла участие в мероприятиях, организованных на этом участке. В викторине на знание истории города проголосовала за объекты благоустройства программы «Комфортная городская среда» и поучаствовала в конкурсе «Юбилейный дворик». Губернатор Ямала Дмитрика Былкин голосовал в Салихарде. Эти кадры мы получили буквально только что. Журналисты поинтересовались, не повлияет ли погода на явку на участке. Я не думаю, что погода повлияет, потому что у нас жители живут в таких условиях довольно-таки давно. Событие знаковое для России, для Ямала, поэтому людей уверен, что будет много. Сделать правильный выбор, не ошибиться в будущем развитии Ямала, России. Это очень важно. Дать свой голос за будущее. Андрей Симоненко, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». На Ямале за выборами президента сегодня весь день будет следить ситуационный центр общественных наблюдателей. Он начал свою работу еще до открытия участков и продолжит ее вплоть до подведения первых итогов дня голосования. Федеральный эксперт Ассоциации по защите избирательных прав граждан России, гражданский контроль Вячеслав Ситник, в 7.45 прибыл на избирательный участок номер 10.04 в Салихарде. Он оценил соблюдение законности процедуры открытия. Абсолютно никаких замечаний нет. Видимо, и рано говорить о замечаниях. На сегодня понятно одно, что Ямал начал голосование на выборах президента Российской Федерации. Начал строго установленное законом время. В ситуационный центр будет поступать, и там же обрабатываться вся информация от наблюдателей общественной палаты в городах и районах округа, волонтеров регионального штаба за чистые выборы и членов Ассоциации гражданский контроль. Сигналы о возможных нарушениях будут оперативно отрабатываться. Эксперты дадут комплексную оценку действиям или бездействия участников избирательного процесса. Информация будет поступать из самых отдаленных уголков Ямала. За лентой новостей дня голосования можно следить в группе информационный центр гражданского контроля в социальной сети ВКонтакте. Там же через форму «Предложить новость» пользователи могут направлять сигналы о потенциальных нарушениях закона о выборах. Добавлю, что всего на участках для голосования работают более 400 наблюдателей. Уверен, что те люди, которые придут на избирательные участки в качестве наблюдателей от общественных палат, действительно будут представлять все гражданское общество и следить за законностью процедуры. Выборы президента России должны пройти на высшем уровне. Решение этой задачи считают делом чести не только члены избирательных комиссий всех уровней, но и тысячи добровольцев. Кто-то следит за законностью процесса, другие помогают тем, кто в этом нуждается. Волонтеры работают и на участках для голосования, и, что называется, на колесах. Сегодня в нашем городе действует акция «Подвезу», организованная молодежным центром. О добровольных помощниках расскажет Дарья Самородова. Сегодня важное политическое событие, в котором принимают участие все горожане, кто обладает активным избирательным правом. Однако не каждый может самостоятельно добраться до избирательного участка или ограничены в своих возможностях по различным на то причинам. На помощь таким голосующим приходят волонтеры. Я впервые принимаю участие в данной акции. Моя задача такова, что я должен встречать людей с ограниченными возможностями, сопровождать их до пунктов голосования, всячески помогать им, объяснить, что это возможно, когда они заходят к нам в наш избирательный участок. Александр на избирательном участке в пятой школе с самого открытия в качестве волонтера работает впервые. Быть добровольным помощником не просто, каждому нужно найти индивидуальный подход. Но это Александра Логишева не пугает. Наоборот, он готов еще много раз принять участие в таком важном политическом событии. Моя профессия учитель. И я учитель и веду детей в знания. Но я посмотрел и решил помочь теперь более взрослому поколению отдать дань уважения. Потому что сам я уже проголосовал, конечно, у меня молодой, мне это все легко делается. А для старшего поколения это довольно сложно. Однако, чтобы правильно подойти к вопросам такой благотворительности, необходимо знать каждому волонтеру все нюансы избирательного законодательства. Они прописаны в спецпамятках для добровольцев. Сегодня в день голосования на избирательных участках города работают 32 волонтера по два человека на каждом участке. Подвезете на выборы? Да, саду. Спасибо. Как только открылись избирательные участки, в это же время стартовала акция «Подвезу», участниками которой стали водители-добровольцы. Отличить их можно по этому яркому логотипу. Наклейка – знак, что водитель согласен подвезти до избирательного участка каждого, кто обратится к нему с этой просьбой. Таких добровольцев по городу ездит порядка 35. Алексей Баев по профессии пожарный сегодня в качестве волонтера с удовольствием принимает участие в этой акции. У нас в городе первый раз проходит такая акция. Мне не жалко ни бензина, ни времени. Я как бы сам еду голосовать и решил подвозить людей, которые едут до своих избирательных участков. Добраться до избирательного участка быстро, в тепле и абсолютно бесплатно можно, остановив на дороге машину с отличительным знаком «Подвезу». Акция продлится до закрытия избирательных участков. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». Нынешние выборы президента России седьмые по счету. В последний раз мы выбирали лидера страны 4 марта 2012 года. И, конечно, совсем не зря эти выборы называют главными. С этим согласно большинство избирателей. И молодых, и опытных. А позиции лабытнанцев, с которой они шли сегодня на избирательные участки, в материале Светланы Киэль. 301-й избирательный участок расположен в одном из отдаленных районов города. С самого открытия здесь многолюдно. Избиратели стараются времени тянуть и выполнить свой гражданский долг. А дать голос за своего президента. Для студентки Яны Дягилевой сегодня особый день. Она впервые участвует в выборах. Волнения нет, призналась девушка. Лишь чувство гордости за то, что именно она участвует в политической жизни страны, в которой живет. От всех нас зависит выбор президента. Не только от меня, конечно же. Что ты хотела пожелать тем ребятам, которые еще не сделали свой выбор? Сделать правильный выбор. Делая тот самый правильный выбор, каждый из лабытнанских избирателей надеется, что именно его голос способен повлиять на будущее государства. И каждый из этих людей верит, что это будущее обойдут стороной какие-либо санкции, политические конфликты и военные действия. Россия у нас поднята. И так хочется, чтобы Россия жила. И больше ничего не надо, чтобы войны не было. Верите, что именно ваш голос способен повлиять на будущее и развитие? Думаю, что да. Вот у вас сейчас возможность обратиться к тем, кто еще лежит на диване, и проводит свое время дома. Что бы хотели им сказать? Ребята, приходите быстро на выборы, проголосуйте. Ваш голос, ваше время. Главное, чтобы не было войны. И все. А остальное все образуется. Почему вот на выборы пришли? Вот верите в то, что именно ваш голос способен повлиять на будущее, развитие? А вдруг да повлияет. Надо идти. Кстати, несмотря на отдаленность 301-го участка, избиратели довольно-таки активно участвуют в голосовании. За первых полтора часа работы явка составила более 150 человек. Показатель хороший, говорят представители участковой комиссии. Всего же по спискам ожидается участие чуть более 900 избирателей. Мы с позитивом ходили по квартирам. То есть квартирный обход был очень качественно произведен. И активность избирателей очень хорошая. Прогнозы – дело неблагодарное. Но все же представители участковой комиссии верят, что их участок сегодня отличится самой высокой явкой избирателей. А что касается нарушений избирательного процесса, то их наблюдателями выявлено не было. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». На жителях города Семилиственец сегодня лежит двойная ответственность. Решая судьбу своей страны, они также делают важный выбор в пользу родного города. Сегодня на всех 16 избирательных участках идет голосование за объекты благоустройства. Общественные территории, отобранные пользователями портала «Живем на севере». И дворовые кластеры, которые обновятся уже этим летом. Альмира Новоселова продолжит тему. Вот этот будет сквер около общежития Ямальского многокрофельного колледжа, где молодежь может отдыхать. Да не только молодежь. Здесь, посмотрите, камень гранита. Здесь скамейка с формулами. Вот в такой форме будет такой сквер. Руководитель счетной комиссии народного голосования Людмила Горбач подробно рассказывает неравнодушным избирателям о каждом объекте благоустройства. Какой именно из них появится в городе Семилиственец путем народного голосования, решают лабытнанцы. Ликбез проводить приходится, потому что очень многие думают, что проголосовать можно только за один объект. Но мы им объясняем, что голосовать можно за все объекты. К юбилею города, к его 150-летию мы постараемся город облагородить и рассказываем об этом людям, и они голосуют. Ну, неравнодушных больше, чем просто равнодушных. Заполняют прилетения, опускают их, голосует. Народ активный. Большинство все-таки что выбирает? Вот если не все, то... Большинство капитальный ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог людей волнует очень много. И, конечно же, голосуют за завершение строительных наших сквер, которые идут по Дзержинскому улицу, за мачту голосуют. Голосуют за сквер около Ямальского многопрофильного колледжа. Вообще, голосуют почти за все. Всего на выбор представлено пять объектов благоустройства. Сквер около общежития лабытнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа, стела на кольце Дзержинского студенческая, мачта и освещение спортивного стадиона «Арктика», знак памяти землякам на одноименных улицах и капитальный ремонт дорог. Голосовать можно не за один, а сразу за все. Я за все проголосовала, потому что я радуюсь за свой город. Я приехала 30 лет назад. Что тут было? Развалюхи были, правильно? А сейчас, вы посмотрите, какие дома, какие новые стелы стоят. При въезде с Обского причала, при въезде, какой стелы поставили красивый. Вы знаете, облагораживается наш город. Вот стелы мне большие понравились, которые будут на этом, на круге на Дзержинском. Ну, я думаю, будет зимой светиться красиво, а летом, я надеюсь, будут там вокруг убирать, чтобы оно травой не заросло. Все будет отлично. Я выбрала, где стадион, чтобы там было красиво. Видно было, сдалека вид, чтобы там украсили вот эти столбы, которые там стоят. Мачта освещения, да? Мачта освещения, да, да, да. За один объект только назвали? И за скамейки на вот это, около училища, вот это сквер для студентов, чтобы было в городе тоже интересный объект. Мы хотим, чтобы город у нас всегда процветал. Это и нам приятно, когда в городе прекрасно, уютно, отдыхать хорошо. В этом же бюллетене с обратной стороны проголосовать можно из-за благоустройства своего двора, указав номер кластера. Акция у нас во дворе проводится в честь 150-летия города. По итогу жители 15 самых активных кластеров, подсчет будет вестись с помощью специального идентификатора активности, получат возможность выбора, что они хотят видеть в своем дворе. Детскую игровую площадку, спортивный комплекс или малую архитектурную форму. У нас есть детская площадка, но она давно построена, она старая уже, все ржавая там. Естественно, я за свой двор проголосовала. Детей у нас много во дворе. Агресс какой? Ленинградская, 37. Я живу на школьной 3А. У нас небольшой такой двор, на два дома. Но дело в том, что там у нас корт есть, закрытый такой корт. Ребята играют летом в футбол, зимой тоже в футбол играют. Но вот мне хочется, чтобы вот этот корт облагородили. Зимой заливали воду, чтобы лед был, чтобы ребята катались. И у нас небольшая такая, знаете, площадочка детская. Ну, хочется, чтобы еще поставили какие-нибудь фигурки, какие-нибудь такие горочки, чтобы детишки наши катались. Сейчас у нас детей очень много. У нас во дворе пока ничего нет. Улица Студентская, дом 40. Ну, и я бы хотела, чтобы было лучше. Я проголосовала за свой двор, чтобы там благоустроили, скамеечки поставили, урны. Лабытнанцы могут самостоятельно повлиять на благоустройство не только своего двора, но и города. Для этого необходимо сегодня прийти на счетные участки, которые расположены рядом с избирательными, и проголосовать. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное». Сегодня ключевой этап фотоконкурса «Лица Ямала», который стартовал в регионе 26 февраля. Принять участие в нем может любой желающий, достигший совершеннолетия. Для этого необходимо сфотографироваться в специальной фотозоне, которая есть на каждом избирательном участке, и разместить снимок в интернете с хэштегами «Лица Ямала» и в нашем случае «Лабытнанги». С утра сайт «Ямала.РФ» пополнится уже сотнями фотографий, в их числе и фото моего коллеги Максима Швеца. Фотоконкурс с таким призовым фондом на Ямале проводится впервые. Замечательный конкурс, разыгрываются призы. Приходите, участвуйте и выигрывайте. Побороться за современный гаджет или другие призы, такие как гироскутер или велосипед, приходят целыми семьями. Мы, как всегда, любим участвовать в конкурсе «Наше семейство». Мы рассчитываем каждый на свой приз, честно говоря. Я хочу велосипед, Алина хочет свой приз, Семен свой приз. Поэтому у нас еще папа подойдет, сфотографируется. Будем надеяться на два приза. Некоторые не упускают возможности, чтобы пополнить личную фотокопилку просто интересными снимками. Я объехала участковая комиссия в Харпах. Очень активно. Вот такие же ваши ребята, такой категории веселые, приветливые, сфотографируют. Сфотографии уже получил. Большое спасибо. Организаторы конкурса уверены, что сложности у ямальцев возникнуть не должно. Ведь возле каждой фотозоны работают волонтеры. Только в Лабутнангах их более полусотни. Они подробно рассказывают горожанам, как стать потенциальными обладателями одного из тысячи призов. За час у нас поучаствовало в конкурсе примерно около ста человек. Фотографии фотографируются с детьми, с родственниками, вместе, с компаниями. То есть достаточно активно и весело у нас проходит конкурс. Некоторым участникам конкурса посчастливилось сделать запоминающееся фото не только с символами Ямала, но и со знаменитостями. Теперь у ямальцев есть несколько дней для того, чтобы выложить фотографии у себя на странице ВКонтакте или Инстаграме с хэштегами «Лица Ямала» и наименованием своего города или района. И следить за количеством лайков. Список победителей будет опубликован на сайте ямала.рф с 25 по 26 марта. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Лабутнанги сегодня – это одна большая территория праздника. Ведь именно сегодня в городе дан старт юбилейному году. Больше 40 различных мероприятий включает в себя праздничная афиша. Самые массовые пройдут на центральной площади города. Но помимо этого и каждый избирательный участок станет местом проведения ярмарок, фестивалей, мастер-классов, лекций, викторин и конкурсов. Все это действие продлится до самого вечера. Ирина Волокитина напомнит о некоторых событиях, которые ждут нас в течение этого дня. Выборы – это и показатели гражданской зрелости и большой народный праздник. На всех избирательных участках запланирована грандиозная программа мероприятий. 18 марта для горожан станет насыщенным и запоминающимся воскресным днем. С 10 до 16 часов мы рады будем видеть всех жителей города, особенно жителей нашего микрорайона, у библиотеки. Для жителей будет организована работа настоящей чумотеки. Будет разбит чум национальный. Будет работать мастерская по созданию образа совы. Будем угощать ароматным чаем из трав северных. Будем насыщать духовно, развлекать. И я очень надеюсь, проведем замечательный обряд поклонения солнцу. Так как у нас весна, солнце, весеннее настроение, то, естественно, пора уже нам прощаться с морозами и встречать теплое время, весну, а там и лето. Для этого мы предусмотрели программу игровую, хороводы и детские игры развлекательные. Поэтому приглашаем всех желающих. Приходите, будем с вами развлекаться. Сотрудники Центра технического творчества приглашают всех желающих принять участие в проводах зимы, которые состоятся вблизи избирательного участка 302. Это район магазина «Булис». В районе полигона «Бам» будет задействовано максимальное количество техники. Кроссовые мотоциклы, картинги, снегоходы, квадроциклы и многое другое. У любителей экстрима будет возможность абсолютно бесплатно получить свою дозу адреналина с полудня до 16 часов. Каждый избирательный участок станет площадкой для пройдения ярмарок, фестивалей, творческих студий, интеллектуальных и спортивных эстафет, зрелищных концертов. Не оставлены без внимания и маленькие горожане, пока их родители выражают гражданскую позицию на выборах. Каждый найдет себе интересное занятие. Будет развернут мобильный планетарий, будут организованы мастерские, космическая мозаика, космический калейдоскоп. В мастерских будет организована работа лего-квантума и робо-квантума, поэтому ребята смогут попробовать свои силы в программировании и в управлении роботами. На базе нашей лаборатории будет организована работа био-квантума. Там ребята тоже, начиная с 4-х лет и постарше, смогут попробовать себя в роли экспериментаторов. Очень интересные, подготовленные педагогами опыты, эксперименты, познавательные мультики. Все родители в основном берут с собой детей. Чтобы мне было скучно, для них будет тут большая развлекательная программа. Практически весь третий этаж будет задействован. Там будут и сказочные герои, которые разрисовывают аквагримом детей. И спортивные состязания, и показ мультфильмов, фильмов про наш город. Помимо этого у нас будет проходить фестиваль строевой подготовки «Кадет на марше». То есть для тех, кто, возможно, пойдет в нашу школу, тоже будет интересно посмотреть, как это все выглядит со стороны. Да и вообще просто, чтобы выходной прошел не зря, очень весело и интересно. Всех ждем, зовем, приглашаем, приходите, участвуйте, будет весело и интересно. О расписании мероприятий и местах их проведения можно узнать на сайте администрации города в разделе «Объявления». Ирина Волокитина, программа «Время местным». Мы продолжим следить за событиями больших выборов. Следующий выпуск новостей выйдет в эфир в 18 часов 30 минут. Не пропустите. Кроме того, мы ждем вас у экранов телевизоров в 21 час 30 минут. Вместе подведем итоги дня. Ну а к этому часу у меня все. Спасибо за внимание, хорошего дня и до встречи в эфире Лабытнанского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok